Городское движение ГТО расширяется. Сегодня его ряды пополнили около 30 молодых первоуральцев, которые попробовали свои силы в сдаче норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Специальную акцию провели для тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья. Дмитрий Коньков подробнее. Силу, ловкость и выносливость в Доме спорта сегодня демонстрируют ученики трех школ города, несмотря на то, что каждый из них имеет свои особенности здоровья. Цель мероприятия – познакомить детей с нормативами физкультурного комплекса ГТО. Перед началом выступления участников напутствует чемпион мира по пауэрлифтингу Роберт Халитов, который на личном примере показал, что даже группа инвалидности – не преграда на пути к высоким спортивным результатам. Считает, что особенных детей нужно вовлекать в спорт. Чтобы они были заинтересованы, тренировались. То есть это и здоровье, и в чем-то себя показать. Ну и не сидишь на диване, не давишь, там не смотришь телевизор, а идешь, чего-то добиваешься. Ведь тренировки – это та же работа, работа над собой. Как рассказали в учреждении «Старт», на протяжении четырех лет первоуральцы с ограниченными возможностями здоровья активно включаются в ГТО-движение. В том числе благодаря таким акциям. Здесь люди с инвалидностью знакомятся с нормативами, пробуют свои силы, начинают тренироваться в секциях и вовлекают в занятия спортом молодежь. Такая своеобразная эстафета от поколения к поколению уже приносит положительные результаты. Девять человек у нас с лицами с ограниченными возможностями здоровья, с разными заболеваниями. Кто-то с нарушением опорно-двигательного аппарата, кто-то слабослышащий. Они уже получили свои знаки ГТО. И надеемся, что взрослые дети подхватят, так сказать, эту палочку, и уже кто-то, может быть, получит свою первую награду – знак ГТО. Или в дальнейшем, допустим, захочет заниматься спортом. Результаты спортсменов на этом занятии не идут в зачет. Тем не менее, дети выполняют все упражнения, как на настоящих соревнованиях. Хорошую физподготовку демонстрируют ученики школы номер 9. Для их педагога Оксаны Панишевой это неудивительно. Мы сотрудничаем с детской спортивной школой. У нас ведется на базе школы секция баскетбола. Ведется на базе школы секция тхэквондо. И мы стараемся провести различные соревнования среди всех детей. Они принимают участие и у нас соревнуются со всеми ребятами и занимают призовые места. По результатам спортивной акции, которая продлилась около часа, большинство участников выполнили нормативы комплекса ГТО для своего возраста и состояния здоровья. Дмитрий Коньков, Андрей Волков. Новости. Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова